Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender 2005 года выпуска. Двигатель 2.5 турбодизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 92 тысячи километров, закудел передний правый подшипник. Но решили заменить все подшипники. И поднимаю автомобиль, снимаю правое колесо, снимаю суппорт и снимаю ступицу. Поднял автомобиль, снял колесо, снимаю стопор с тормозного шланга. Полностью откручивать не буду, я его в сторону немножко выведу и подвешиваю. Двенадцатигранной головкой на 13 откручиваю сзади на суппорте два болта крепления суппорта. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Здесь кронштейн не разрезной, поэтому я вот так вот убираю в сторону суппорт Вот капроновой стяжкой его подтянул, никуда он не денется Снимаю колпачок и откручиваю болты на фланце Здесь топорное кольцо, сразу его снимаю Головка на 17, беру шестигранную, потому что болты не метрические, а дюймовые И откручиваю Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Здесь торца было две регулировочные шайбы для привода, чтобы он не гулял, не болтался А что-то непонятно Но понять я не могу Я перед тем как начать разбирать Вывесил автомобиль, включил четвертую передачу, раскрутил колеса И обошел С правого колеса четко шло щелканье, почему я и решил, однозначно, что гул пошел отсюда Ну вот, кручу ступицу, она не зажата На ней нет люфта и на ней нет никакого щелканье Хочу на место накинуть колесо, может мне просто не хватает оборотов раскрутить Если что, обратно поставлю фланец Если и это не поможет Тогда надо будет уже Лезть вовнутрь И смотреть шрус Возможно, что тогда вся причина в нем Накидываю колесо Нет, крутится нормально Никакого постороннего шума нету Суппорт не ставлю Ставлю на место фланец И запускаю автомобиль Подальше Комп 듯 Дискнуто Дискнуто Танед Дискнуто Понhes Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Чуть-чуть четвертую передачу и положу вокруг, послушаю, пока камеру не выключаю. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Двигатель пока не стал глушить квадрат 3,8. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот треск отсюда явно слышно. Все, глушу. Щелканье идет четкой как бы из ступицы. При этом ступица крутится нормально. Все равно сниму и посмотрю подшипники. Головка на 52. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь как бы пятно перегрева что ли. снял ступицу. Ну пятна перегрева. Это не пятна перегрева, как подшипник нагрузка здесь. Получается задний подшипник, здесь передний подшипник. Давление идет на цапку. Смотрите продолжение в следующей серии. Тоже живая. Вот чтоб нам внутренний подшипник снять, нужно выбивать сальник. Крутится мягко. Я не думаю, что он мертвый. Смотрите продолжение в следующей серии. Можно подсветить подшипник приопущенный и подшипник по цвету тоже не пережженный. Посмотрел по схеме. Вот эту часть кулака можно открутить. И вот здесь внутри находится подшипник. Вроде бы там игольчатый должен быть. Сниму, посмотрю. Возможно, что именно этот подшипник и умер у нас. Головка на 17. Так, смазку придется брать. Отошла довольно-таки легко. Так, смазку придется брать. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Шрус нормальный. Это не он. Насколько я знаю, сюда никто никогда не лазил. Но сальник, вот он, сальник-то порванный. Подшипник игольчатый целый. Здесь какая-то вот обойма. Что за? А это что такое? А, пружинка слетевшая. Она и не только слетевшая, она и разорванная. Странно. Это получается при сборке моста порвали. Сальник что ли? Ну, опять же гудел. А, он и сверху порванный. У сальника нет кромки. Здесь вот кромочка есть, а здесь вот кромки нет. О, еще какая-то пружинка. А, еще кусочек пружинки. Так, ну а чтобы нам сальник заменить, нам надо выбивать подшипник. А подшипник мы целый, не снимем. Подшипник мы целый, не снимем. Похоже, что вот этим кольцом и порезали сальник. Что это за кольцо? Непонятно. Дистанционное какое-то. Но оно наперекос встает. Вот если вот так вот взять, вот видно, оно с одной стороны ложится в сальник, а с другой стороны вот так вот встает наперекос. Что это за кольцо?